Пока у сотрудников продуктового склада Пересменка стартует санобработка, сегодня она обязательная на новой продовольственной площадке. На складе внушительных размеров, это более 3000 квадратных метров, работа кипит и днём и ночью, без выходных. Более сотни человек собирают продуктовые наборы для всей Удмуртии. Этот продовольственный склад, как и распределительный центр, здесь расфасовывают, собирают, упаковывают продовольственные наборы для школьников и детсадовцев. В режиме нон-стоп работают десятки сотрудников в несколько смен, чтобы вовремя, раз в две недели, посылки дошли до адресатов. Эти продуктовые наборы – новая мера поддержки. Всего их два вида. Первый – для школьников, включает в себя больше мясной группы – консервы, тушенка. Их получат дети из многодетных семей, а также из семей, где среднедушевой доход на каждого человека не превышает прожиточный минимум. Такие же наборы получат школьники с ограничениями по здоровью. Второй набор – для малышей. Дошкольникам продуктовую коробку дополнят молочными коктейлями. Такие посылки получат дети от двух до семи лет, из малообеспеченных семей и дети с инвалидностью, не вошедшие в другие категории. Наборы незначительно отличаются по составу. В каждом до 15 позиций – вермишель, разные виды круп, мука, подсолнечное масло, мармелад и другие нескоропортящиеся продукты питания. В коробках присутствуют те продукты, которые производят, и их немало. Наши местные производители – это безумно похвально. Набор довольно сбалансированный. Есть и молочка, пусть она консервированная. Мы сейчас обсуждали с коллегами, что да, хотелось бы выдать свежий продукт, и в каких-то регионах это имеет место быть, там, картошка или еще что-то. Но сегодня, по факту, мы все-таки говорим о безопасности. Стоимость каждого набора – 840 рублей. Он формируется в расчете на 14 дней. То есть в месяц семья получит две таких продовольственных коробки. Всего продуктовая поддержка от республики рассчитана на 100 тысяч детей. Процедура сбора и график развоза по городам и районам Удмуртии определены. Очень краткие сроки. В две недели 100 тысяч наборов. Ну, сами понимаете, это достаточно серьезный объем. Причем производители у нас в списке 13-14. И из этих 13-14 производителей нужно собрать этот набор. И главное – не запутаться. Помимо всего прочего, на входе продукция поступает, проверяем ее. Это служба УТК у нас существует, служба качества. На сегодняшний день наборы уже отправлены в Киясово. Наборы, я сейчас думаю, на пути в Каракулино и пошли уже в южную сторону. Мы начали с объема 1048 продуктовых наборов. Может быть, покажется, что это очень маленькая цифра, но на самом деле это такой серьезный объем, который необходимо проверить. Ведь с точки зрения, во-первых, комплектации, во-вторых, качества того, что там есть. Когда и где нужно будет забирать продукты, муниципалитеты решают самостоятельно. Чтобы не создавать столпотворения и разграничить потоки людей, о дате, времени и месте каждого получателя посылки лично повестят заранее. Оповещают отделы социальной защиты. Если это дети-инвалиды, не попавшие в категории, или если это дошкольники, которых мы называем неорганизованными, то есть не ходили в детские сады, то здесь уже администрация города вместе с отделом социальной защиты, они оповещают. Вот таким образом. Но основная масса – это все-таки образовательные организации. Выдавать продуктовые наборы в Удмуртии будут даже во время летних школьных каникул. До июня включительно. Елена Абуховская, Андрей Бусыгин. Новости.